На первый взгляд, виртуальная реальность это прекрасные компьютерные миры с живописными пейзажами, красивыми историями и благородными героями. Но есть и обратная сторона этой идиллии. Виртуальная вселенная вовсе не так дружелюбна, как мы привыкли думать. Это пространство, где живет все самое зловещее, что может быть придумано человеком. Все самые темные стороны человеческой натуры выползают наружу и расправляют крылья. В виртуальной реальности у зла нет никаких преград. Оно творит, что хочет. Гибнут сотни и тысячи людей. Стираются в порошок города и стран. Рекой льется кровь. Здесь выживают только сильнейшие. Мы представляем вам самые враждебные человеку грани виртуального измерения. Вы узнаете о том, кто горит лютой ненавистью к человечеству. Для кого людская жизнь – вопрос нескольких долларов. Кому ничего не стоит истребить целый народ и даже не вспомнить о его существовании. Вы поймете, видеоигры – это не игрушка. В эфире программа «Страшно интересная десятка самых опасных инопланетян виртуального мира». Готовьтесь, в ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Человек изо всех сил пытается установить контакт с внеземными цивилизациями. При этом он бездумно закрывает глаза на тот факт, что инопланетные расы могут быть настроены не дружелюбно, а агрессивно. Сегодня мы познакомим вас с самыми страшными инопланетными созданиями цифровой вселенной. Вы увидите, что угрозы можно ожидать с самой неожиданной стороны. Прямо сейчас десятка самых опасных пришельцев виртуального мира. Человечество с самых давних времен задавалось вопросом – одиноки ли мы во вселенной? Но если на других планетах есть свои высокоразвитые цивилизации, то кто они? Пришельцы. Мудрые наставники, желающие людям только добра, или безжалостные захватчики, с помощью своих технологий, подчиняющие себе все прочие виды? Однажды люди получили ответ на этот вопрос. На землю напало сообщество рас, называвшееся Конвена. Среди них особым свирепством отличалась раса брутов или групп. Эти здоровяки в 2,5 метра ростом были основной ударной силой в боях на земле. Эти громилы внешне отдаленно напоминали горилл, прямоходящих носорогов и медведей. Однако своим проворством, а главное – разумом, они намного превосходили любое животное. Безжалостные и одержимые грубые из Халло отвоевывают себе десятое место в сегодняшнем топ-листе. Тысячи лет назад это была единая раса Элло, в своем развитии достигшая невиданных высот. Эта цивилизация, отличавшаяся обостренным альтруизмом, несла знания другим народам. Но в один прекрасный момент некогда единый народ раскололся на две половины. Одни продолжали сеять знания, другие же встали на путь завоевания, создав сильнейшую армию, которая стала называться Отравленной. Уничтожая все на своем пути, армия Отравленных, словно гигантский пылесос, всасывала ресурсы одной планеты за другой. 4 ноября 2012 года настал черед Земли. Сметая сопротивление, захватчики начали опустошать планету, превращая ее в безжизненное пепелище. Земной шар стал театром военных действий. Люди, неся колоссальные потери, стойко боролись с агрессорами. Казалось, еще чуть-чуть, и в сражениях наступит переломный момент. Но враг, вытесненный из занятых территорий, вернулся на свой корабль, который сам по себе был оружием. Немногие выжили после атаки корабля. Уцелевшие были эвакуированы на планету Фореас через сеть пространственных тоннелей. Ими была создана организация АФС. Теперь только на нее человечество возлагало надежды отвоевать Землю. Отравлены из табула раса, девятой среди самых страшных инопланетян в виртуальной Вселенной. В 2012 году люди в очередной раз убедились, что единственной силой, движущей инопланетянами, является жажда разрушения. Жестокая и беспощадная раса, именуемая Иерархия, поставила человеческую цивилизацию на грань полного уничтожения. Используя огромные ходячие машины, захватчики начали сеять хаос и смерть на Земле. Вражеская армия разрушительной поступью шагала по поверхности зеленой планеты. Гигантские механизмы, словно обезумевшие великаны, крушили все на своем пути, оставляя после себя безжизненные пепелища. Человечество могло спасти только чудо. И оно и явилось. Раса разумных машин Новус, одержимая идеей уничтожения Иерархии, встала на защиту Земли и помогла остановить агрессор. Иерархия из Universe at War уверенно держит восьмую позицию в списке страшных пришельцев. Прервемся на несколько минут рекламы. Это страшно интересная десятка самых страшных инопланетных созданий виртуального мира. Оставайтесь с нами. Космос таит в себе немало тайн и загадок. И немало угроз. Наша маленькая планета с ее ресурсами и жителями является лакомым кусочком для инопланетных созданий. Не верите? Тогда смотрите. В эфире хит-парад самых злобных инопланетян виртуального мира. Кровопролитная война на планете Сера за суперценную жидкость под названием эмульсия закончилась. Казалось, что теперь в этом облюбованном людьми уголке галактики наступит покой и порядок. Но эйфория моментально улетучилась в день прорыва, когда неизвестный доселе враг атаковал города людей из-под земли. Еще вчера мирная и процветающая Сера стала анклавом отвратительных монстров. Местом, несопоставимым с человеческой жизнью. Единственным выходом казалось полное уничтожение захваченных чудовищами объектов. Но даже химическое оружие и орбитальные лазеры, превратившие города в выжженную землю, не стали лекарством от инопланетной заразы. Подземные тоннели позволяли Саранче эффективно скрываться, делая любую массовую атаку военных абсолютно бесполезной. И только отважные одиночки с оружием наперевес, бесстрашно кромсающие невесть, откуда взявшихся инопланетных гадов, могли спасти человечество. Всеядная орда Саранчи из Gears of War прогрызла седьмую строчку нашего хит-парада. То, что люди не единственные разумные существа во Вселенной, почти что факт. Но ошибкой человечества было начать мериться силами с внеземными мыслящими формами жизни. В 1947 году, когда на территории США разбился инопланетный космический корабль, американцы спасли одного из гуманоидов. Ему дали земное имя Эдгар. Этот серый, человекоподобный организм был помещен в аппарат искусственного поддержания жизни. Его кровью стала смесь из инфицированной крови других мертвых инопланетян. Однако, несмотря на свою физическую слабость, Эдгар обладал мощнейшей способностью управлять мыслями живых существ. С людьми он поддерживал связь посредством телепатии и передавал им свои знания о внеземных технологиях. Однако, Эдгар был далеко не так бескорыстен. Когда на подземной базе, где он находился, случилась авария, и уровни базы заполнили ужасные мутанты, он начал мысленно управлять ими, чтобы уничтожить всех оставшихся в лабораториях людей. Коварный и хитрый пленник секретной подземной базы, Эдгар Серый из Эре-51, томится на шестой строчке нашего рейтинга. Торпанский военный альянс когда-то был огромной державой, которая защищала мир людей. Однако, после вторжения мрака, от него осталась жалкая кучка звезд. Всему виной была раса ДХТ. Это была даже не раса, а некое явление, проявляющееся повсеместно в огромном количестве. Бездыханные оболочки ДХТ, ведомые неведанной силой, так и блуждали бы, появляясь то тут, то там. Но однажды произошло нечто страшное. Кто-то стал вести этих заблудших призраков за собой. С этого момента ДХТ стали возникать всюду в огромных количествах. Их стали сопровождать все более и более причудливые боевые конструкции. Одержимые идеей тотального обращения всех существ во мрак, они несли смерть и уничтожали все живое. Каждый день во тьме аномального катаклизма чернели и умирали десятки звезд. И ни одна развитая раса не могла противостоять мраку, даже объединившись со своими старыми врагами. Бессмысленность агрессии расы ДХТ из хроники ТАР позволяет ей занять пятое место в хит-параде страшных инопланетян виртуального мира. Планета ЕДН-3, покрытая снегом, казалось, протестует против самого существования жизни. Однако люди, вынужденные искать новое убежище из-за загубленной атмосферы Земли, начали колонизацию этой замерзшей пустыни. Они не знали, что их появлению здесь не радует. Гигантские твари, именуемые Акридами, возмущенные вторжением непрошенных гостей, объявили настоящую войну человеческой цивилизации. Колоссальная мощь и феноменальная сила этих монстров были их оружием. Лазерные винтовки землян наносили урона не больше, чем комарины укусы. Человек мало что мог противопоставить этим чудовищам. Привычные для местных монстров за предельно низкие температуры ставили крест на выживание хомо сапиенс. И лишь открытие термальной энергии, из которой состояли Акриды, дало шанс на спасение. Только с помощью специальных костюмов, работающих на термальной энергии, можно было отвоевать свое место на этой затерянной планете. Мощные и легко переносящие холода Акриды из Lost Planet Extreme Condition на четвертом месте. Кто занял первые места на пьедестале инопланетной жестокости, вы узнаете после рекламы. Оставайтесь с нами. Монстрообразные и человекоподобные. Примитивные и высокоразвитые. Инопланетных рас в виртуальной вселенной не счесть. Но всех их объединяет ненависть к миру людей и желание стереть человечество с лица Земли. Прямо сейчас мы познакомим вас с тремя самыми страшными представителями внеземных цивилизаций. Простой индеец Томми из резервации в Оклахоме никогда не задумывался о происхождении жизни на Земле. Однажды эта тайна открылась ему совершенно неожиданно. Однако парень от этого вовсе не испытал восторга. Оказывается, нашу планету обитаемой сделала Сфера. Суперразвитая биомеханическая планета, странствующая в глубинах космоса. Но теперь Сфера приблизилась к Земле, чтобы собрать свою кровавую дань с нашей планеты. Когда Томми вместе со многими другими землянами попал в этот самозваный спутник, он столкнулся с полчищами ужасных кровожадных существ, населяющих ее. Летающие мозги, плюющие кислотой. Безногие толстяки на антигравитационной тяге. Рогатые демоны с лапами-пулеметами. И многие, многие другие мерзкие твари. Управлял этой звездой жизни, или скорее смерти, ужасающий организм, называвший себя Мать. Много тысяч лет назад она была обычной земной женщиной, ставшей пленницей, а позже хозяйкой Сферы. Ужасающие биоформы, населяющие бродячую планету и спреи, попадают на почетную третью строчку сегодняшнего рейтинга. Маленький остров в Желтом море стал стартовой точкой в марафоне порабощения человечества инопланетными созданиями. Пришельцы лишали жизни путем заморозки. Джунгли этого клочка земли превратились в тропический вариант тундры. Их буквально сковало льдом. Такой же холодный прием эти существа оказали корейским вооруженным силам, прибывшим разобраться, в чем дело. Непрошенные инопланетные гости преобразовывали земной мир под себя. Делали его таким же ужасным, как и они сами. Их тела не имели ничего общего с человеческими. Это были парящие в воздухе подобие биомеханических осьминогов. Один взгляд на этих тварей заставлял застыть, словно замерзнуть на месте. Каждая особь, от самой маленькой до самой крупной, была многократно сильнее человека. И к тому же вооружена. Высокоразвитые и невероятно жестокие налетчики с другой планеты, из Крайзис. Вторые в нашем списке. Какая же инопланетная раса самая уродливая? Кто из пришельцев стал настоящим кошмаром для людей? Узнаем это после того, как вспомним 9 ужасных представителей внеземных цивилизаций. Открывают сегодняшнюю десятку бруты из Хайло, совершающие великое путешествие в составе конвенантов. Раса отравленных из табула раса воспользовалась своим кораблем-оружием и оказалась на 9-й позиции нашего страшного списка. Огромные ходячие машины из Universe at War обеспечили расе и иерархии 8-е место в хит-параде инопланетян. Седьмое место за пожирающий все и вся Ордой Саранчи из Gears of War. На шестой ступеньке в аппарате искусственного поддержания жизни отдыхает Эдгар Серый из Эре 51. На пятом месте расположилась раса ДХТ из Хроник Тар, одержимая идеей тотального обращения всех существ во мрак. Четвертыми стали Акриды из Lost Planet Extreme Condition, чья термальная энергия дала человечеству шанс на выживание. Мать, существо, управляющее сферой, подтянула ужасных обитателей этой планеты из Прей на третью строчку. Вице-чемпионский титул отдан пришельцам из Крайзис, предпочитающим такой метод борьбы с человечеством, как глобальная заморозка. А теперь запаситесь волокордином, потому что через несколько секунд вы узнаете, кто из инопланетных чудовищ является самым страшным. В будни обыкновенных космических геологов однажды обернулись страшной трагедией. В силу стечения ужасных обстоятельств, их транспортный корабль, перевозивший инопланетную руду, оказался заселен чудовищными существами. Из многих сотен членов экипажа выжил только один – техник Ази Кларк. Охваченный диким вселенским страхом, он всячески старался побороть в себе приступы паники и пытался выжить. А по коридорам и отсекам межзвездного судна беспрепятственно разгуливали невероятно уродливые инопланетяне, истребляющие на своем пути все живое. Эти отвратительные злобные твари скорее походили на результаты каких-то генетических экспериментов, чем на самостоятельно развившийся биологический вид. Неуклюже передвигающиеся на двух или четырех конечностях, с подобием плетей и клешни вместо рук, с кожей серо-землистого цвета и кусками оголенного мяса наружу, они являли собой тошнотворное зрелище. Они могли прикинуться мертвыми, чтобы подкараулить жертву, а когда та приближалась, эти создания набрасывались на человека и с диким ревом принимались рвать его на части. Чтобы противостоять им, у Кларка в распоряжении были всего лишь лазерные резаки руды. На настоящее оружие это тянуло с трудом. Пожалуй, никогда раньше космос не был столь смертельно опасным. Неизвестные досели космические твари на грузовом корабле из Dead Space. Чемпионы среди самых опасных инопланетян виртуальной вселенной. Вы познакомились с десяткой самых страшных и опасных инопланетных представителей игровой вселенной. В любой момент они могут начать вторжение. И тогда вы пожалеете, что не покинули планету. Ну а если каким-то образом вам удастся выжить, то в следующих выпусках программы «Страшно интересно» мы познакомим вас с новыми темными измерениями виртуальной.